Йоу, камон, друзья! Мы прилетели с мамой на Кипр. Мы приехали по какой-то супергорячей путёвке. За 11 тысяч рублей на человека я в жизни... Четыре дня. На четыре дня я в жизни такие поездки не гоняла. У нас, короче, заселение только через часов пять, поэтому мы достали наше приобретение из DZ-Free. У меня есть замечательная фляжечка, которую вы, скорее всего, видели уже в сторе у меня. Значит, есть бутылка пискаря, есть вот такая замечательная фляжка. Для начала сразу скажу то, что у меня охрипший голос, потому что я приболела. Так как мы около аэропорта, у нас рядом летают самолёты. Мы сидели сейчас, разбирали шмотки около часа. За это время погода просто пипец как изменилась. Так тепло стало, вообще нереально. И глаза, мои глаза сейчас ослепнут. И самое смешное, что я не взяла солнечные очки. Вот, хотела показать вам наш уродский пляж. На самом деле, это куча-куча водорослей. Конечно, с пляжем здесь полный трэш. Сейчас мы гоним смотреть фламинго. Посмотрим, может, они уже улетели, так как узнали, что моя мама прилетела тоже. У нас есть фляжка, у нас есть солнце. Это как-никак лучше, чем минус 10 или сколько там в Москве, в Питере. Я надеюсь, что мой горлышко, оно хоть немножечко пройдёт. И я буду уже более-менее нормальным голосом разговаривать. Вот вам пальмы, пожалуйста. Всё на самом деле перекопанное какое-то. То было в Болгарии, то... Стоп. Травы. Здесь пахнет травкой. Бошками свежими такими, отвечаю. Мы сейчас на Кибре, и Кибр пошла на Болгарию. Можете посмотреть мой блог. Когда я гоняла в Болгарию, это блогеры по-флотски. С Ником, с Черником ходим, немного рассказываем о ней. И здесь очень большие сходства. Как тебе впечатления вообще? Хорошо. На Кибре. Хорошо. Прикиньте, это первая поездка моей мамы за границей. Первая! Последняя машина. Но будем надеяться. Мы добрались до Фламинго. Чё-то, мне кажется, вы их не увидите, но вот... Вот они, мелкие капельки такие вдалеке. Мы тут исследуем всё. Смотрите, узнали, что Фламинго действительно розовый и болеют, наверное, каким-нибудь раком. Сейчас он передаст мне. В основном перья все-таки белого цвета. Почему мы решили поехать на Кипр? Мы просто решили взять какой-то тур, вообще дешманский. И хотелось тепла. Мы решили сгонять просто на дня 3-4. Я думаю, за это время мы просто всё успеем посмотреть. Исторический город, пафос, гоняем ещё куда-то в пафос. Погуляем, посмотрим, отдохнём, главное, мозгом. Вот, потому что зимой это очень нужно. Когда ты, блядь, каждый день видишь серые будни, нужен отдых небольшой. В общем, две курицы намылились гулять. Мы надели лёгкие летние вещички. Погода идеальная. Знаете, короче, как лето в Москве, я бы сказала. Какие заметки я могу сделать? Мы приехали, во-первых, в несезон, здесь мало народу, меньше искажённых глаз в нашу сторону. И я ещё замечаю, что здесь очень много кошек. Вот мы уже на подходе к нашей великолепной крепости. А чего мы, может, сделаем татухи? Хочешь фламинго? Давай по фламинго, хочешь фламинго? Короче, моя мама пиздец как любит фламинго. Может, мы здесь сделаем ей фламинго, потому что у неё уже есть татуха, где там твоя? Кто это? Медуза. Медуза цветная. Вот, и будет ещё фламинго. Надо подумать, у нас есть 4 дня на всё про всё. Если ходить по улочкам, то здесь можно наткнуться на всякие разные мастерские. Это водонагреватели, гитары, бисер, кто чем вообще занимается. Занимается тем, что приносит деньги. Чуваки, мы пришли поесть, заказали себе вот бургер и это чекен кебаб классический. Я не думала, что это с сосисками, но, видимо, надо размельчить. Выглядит всё аппетитненько и ценник по 6 евро, типа, каждое блюдо. Это, типа, вообще чип. Ну что, мы попробовали. Мама ест чекен бургер. И, честно говоря, ей не очень нравится. Я попробовала тоже. Знаете, такой вкус немного как курица с рыбой намешанной. Ну, мне так лично показалось. Что скажу по поводу своих якобы сосисок. Это не сосиски. Это вот всё то же самое мясо, которое вот у нас шаверми, перемолотое, и оно на палочках. И, на самом деле, это очень вкусно. Ещё мне немного напомнило, кто, может быть, знает, на Шри-Ланке есть блюдо, типа, тандури чекен. И там вот по вкусу примерно вот есть сходство. Короче, я довольна. Мне вообще очень нравится. Я просто изначально испугалась, что это сосиски с какими-то примесьми. Я такое не люблю. А это просто мясо фаршированное. Мне нравится, очень вкусно. Вкусно, да? Камон, камон. Вот уже ближе к вечеру мы вышли гулять. Мы сейчас находимся на Швартовом пирсе. Такие замечательные кораблики здесь. Здесь особо нечего делать, как выяснилось. Можно съездить в несколько мест, связанных с историей. И, по сути, всё. Тусовок сейчас нет. Чисто прогуляться, вот, смотрите. Можно полюбоваться. Очень красивый закат. Небо очень красивого цвета. У нас сегодня первый день. Мы уже нашу часть нашего города. Мы прошли, прогулялись. Посмотрели всё. Под замёрзли. Потому что к вечеру погода пипец как меняется. Утром жарко. Днём ветрено. И вечером вообще холодренько. Оно очень, мне кажется, очень пиздос. Очень много кошек, я говорила. Их кормят. И это не самое главное. Я думала, у них тут собрание. У них есть кошачьи домики. Пушистый такой. Вот это вот прям огромный плюс кипру. За то, что они помогают животным. Это вот прям охуительно. Если вы со мной согласны, ставьте лайк. Короче, мы вчера ничего не снимали. Потому что мы бухали весь день. Сегодня мы отправляемся в Пафос. Как собирались. Вот такой автобус. Сначала он едет до Лимасола. А потом в следующей остановке будет Пафос. На одного человека 13 евро туда-обратно. Так что сегодняшний день у нас будет исторически насыщенный. Но опять же, свиская рюк. Так как мы живём в заднице, на отшибе. То нам пришлось дойти сюда пешком. До пляжа Финникутос. Мы шли минут 15-20. Отсюда нам уже херачить 2.45. Но надеюсь, это того стоит. Ну, как минимум, здесь уже делать нехрен. Мы уже здесь всё посмотрели. Хотя ни в одну крепость мы не захотим. На этом у нас ещё на завтра. Пойдём там рыскать фискарём. Важная информация то, что автобусы, они ходят типа с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье они не работают. Так что вам придётся либо пешком херачить сутки, либо придётся ехать на такси. Но такси здесь очень дорого стоит. 150 евро выйдет вам в одну сторону только. Доехать до пафоса. Это хера, поэтому выбрали басик. Посмотрите его, эти бедные глазки. Эти бедные глазки только что сожрали весь мой шашлык. Кошки здесь повсюду. Ждут своей очереди. Короче, мы сразу пошли гулять. Такие вот улышки. Здесь разные подъёмы, спуски. Чем-то опять же похоже на Португалию. Здесь прохладнее, чем в Ларнаке. На градуса 3. Чё, тебе как, нравится вообще? Ну нет, серьёзно, как тебе? Ну скажи впечатления свои. Мне охуенно нравится. Этого я и ждала. Мы увидели здесь какие-то куски земляны. И мне очень нравится вот эта вот железная дорога. А ещё говорят, что на Кипре нет железной дороги. Вот же она. Пожалуйста. Вот такие штуки я просто обожаю. Я готова на них залазить целыми днями. Пойдём послушать. А, это не железная дорога. Тупица. Это вообще какие-то... Это труба. А я думала железная дорога. Ну ничего, когда-нибудь они её построят. Прикольное местечко нашли. Давай, поднимайся, поднимайся. Та-та-та-та-да. Во-о-о. Во-о-о. У-у. Круто. Я уже рада, что мы сюда пригнали. Я не знаю, сколько лет этим каменным сооружением. Просто идёшь по городу, у тебя стоит такая каменная хрень. Видите, какая красота. Кстати, вот та штука на солнце. Во-о-о. Это, походу, какая-то типа раковина. Или там убивали младенцев. Купали их в крови. Блин, как тут круто. Я бы вот здесь жила бы. Отвечаю. Я бы бомжевала здесь, но мне очень нравится. Когда на отдых приезжаешь, и не просто сидишь в кресле в шезлонге, и пролискаешься в водичке, а даже если ты едешь на 3-4 дня, то у тебя есть что посмотреть. Узнать какую-то культуру людей. Побывать в таких заброшенных замках. Когда ты ходишь, и тебе есть чем заняться. Ты узнаёшь что-то новое, и это прям, блин, клёво. У меня прям очень много эмоций по поводу этого места в пафосе. Пафосные мы. Но туда совсем в глубь мы не пойдём, потому что есть предчувствие, что там кто-то сыт и срёт периодически. Сейчас вам, по-моему, что-то интересное покажу. Кактусы. Амигос. Захера кактусов, так что это достаточно опасное местечко. Можно было бы использовать это место как казнь. Например, мне не нравится этот чувак. Убить его. Он падает в кактусы. Ну, подождать, когда они расцветают, чтобы такие были крепкие иголочки, чтобы они пронзили его насквозь. И там они типа умирали, гнили. Короче, идей прям дофиги ещё. Надо что-то реализовать уже. Блин, посмотрите, как классно, а. Вот это февраль, вот это я понимаю. И самое удивительное то, что сейчас погода очень крутая. Сейчас 4.20. 4.20. Погода просто шикарная. Солнечно, очень тепло, никуда эти не поддувают. По чесноку вообще прям кайф. Ещё хотела сказать, вытаскивайте своих старых пердунов, родителей, дедов. Какие-то места это нужно делать, поверьте. Уже вечереет, солнышко садится. Ну, а мы направляемся исследовать остров дальше. Мы успели до закрытия попасть в замок. Вот такой замечательный мост из дерева. Вот колонны, пожалуйста, разрушены. Нет, это однозначно. Пиздуйте лучше в память. Я реально, я готова из Ларнаки гонять сюда каждый день. А в Ларнаке ничего, кроме моря, нету. Мы нашли вход. Пойдём. Смотрите. Цветочки. О, стражающе. Тут настолько тихо, что прям жесть. Это, наверное, исповедь. Тут дверь, наверное, закрыта. Короче, на самом деле я не фанат вот этих всяких святых штук, но здесь такая, знаете, атмосферка. Такой нигде нету больше. Какая-то маленькая дверька. Блядь, знаешь, сейчас как, короче, как будто это проклятие Аннабель. Не дай бог, какая-то хрень будет случаться. Я хренею. Может быть, я вытащила только что какого-то злого духа. Блядь, давайте закроем. А, тут кабинетик какой-то. Он здесь, наверное, нюхает кокаин. Так, я это представляю. Нельзя. Кто, блядь, сказал, что нельзя? Повести целую церемонию какую-нибудь охуенно. Блядь, если бог есть, он меня убьет. Смотрите, новый мем. Я прям чиста. Знаете, дышится лучше. Как будто все грехи просто отпустила. Рыжик, привет. А в Италии, короче, там тоже есть разрухи старые, ну, естественно. Они намного глубже, конечно, там метров по 20. И внизу, в самом низу живут кошки. Реально, очень много кошек. Они там так воняют саньем кошачьим, но они прям вот все там живут, их кормят. Мама решила примерить здесь платье. Друзья, мы вышли на пляж Папаса. Что я вам могу сказать? Здесь полностью каменный пляж. Здесь действительно красиво. Гуляем мы по Папасу, по набережным. Когда здесь отлив, здесь что-то неважно все выглядит. Водоросли, ублюдки. Но вообще, как набережная, прикольно смотрят. Чисто по ней прогуляться, это да. Вероятность того, что вы искупаетесь, исчерпывается до нуля. Нашла вроде красивую штучку. Цвет прикольный падает. Сегодня я опять в церкви Масафака. Это церковь Святого Лазаря. Звечки. Затось бы их сейчас, как праздничный торт. Все в золоте. Короче, дофига всяких икон. Какая-то вон гробница. Так, камники. Сейчас посмотрим, что там за решеткой. Пахнет, короче, сыростью немного и баньками такими. Такие гробики. Вон гробик есть. Ничего такой. Сюда можно троих положить. Вот и лето закончилось. Вот эти зеленые деревицы остаются здесь. А мы с вот этой женщиной, которая моя мама, которая не хочет показываться в камеру, летим домой. Кто думает, что у меня в банке кола или спрайт, когда обидят меня с этой банкой? Вы не правы. Джин хуярит, смотрите, а. Ребят, что могу сказать? Старперы, пенсионеры, все едьте сюда, всем вообще ок. Будете ходить вдоль набережной туда, обратно туда, обратно. Посмотрите пару достопримечательностей и все. То, как я, разбиздяй, то валите в пафос. Есть где погулять, пожароебиться, что-то купить. Здесь, ну не знаю, это полу, ну полуевропейский такой городок. Там очень хорошо. То, что мы полетели в феврале, по мне, так погода очень хорошая. Не жарище, конечно, но с самого утра можно позагорать, днем погулять, а вечером померзнуть и зайти в какой-нибудь бар, выпить и поесть вкусную пасту. Не то, чтобы я вам рекомендую сюда сгонять. Кипр это такое место через три дня, вот три дня, это идеально. Говорят, что здесь есть крутой какой-то веселый городок Айнапа, но там типа молодежь, дусовки, но она работает только летом. Опять же, для этого времени года мы выбрали такой самый оптимальный вариант, блядь, тем более за 11 косарей на человека, это просто пиздец. Отели, ну, нормальные, я не сильно приверег, потому что я мало сижу в отеле. Так что делайте выводы сами, я почти ничего не снимала, но что увидели, то увидели. Если вам нравятся эти видео, если не нравятся, ставьте лайки, дизлайки, мил, ну, вы все знаете, вот, всех я вас обожаю. Увидимся в аду.